Добрый вечер! В прямом эфире программа «Прямая связь». Что такое жить в инвалидной коляске или быть лишенным зрения? Здоровому человеку понять сложно. Так же, как и почувствовать. Что значит передвигаться по городу среди бурного потока автомобилей на ощупь? Или каково это проезжать мимо большинства магазинов только из-за того, что нет возможности подняться по ступеням? Конечно, мы с вами не можем поставить себя на место человека с ограниченными возможностями здоровья. Но в наших силах помочь, сделать все возможное для того, чтобы жизнь таких людей стала комфортнее и во многом безопаснее. Каким образом? На этот и многие другие вопросы мы узнаем ответ от гостей нашей программы. Министра труда, занятости, социальной защиты Республики Татарстан Эльмир Зариповой. Добрый вечер, Эльмира Амировна. Добрый вечер, Фаэр Ликищ. Я очень рада, что вы сегодня с нами. Несмотря на плотный рабочий график, готовы ответить на вопросы наших телезрителей. Спасибо. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 570 50 75. Звоните, нам важно ваше мнение. Также на протяжении всего эфира будет работать электронное голосование. На основной вопрос даны три варианта ответа. Голосуйте, в конце программы подведем итоги. Итак, готовы ли вы помочь людям с ограниченными возможностями? Эльмира Амировна, как вы считаете, какой ответ из трех представленных сегодня наберет наибольшее число голосов? И как бы ответили вы? Я думаю, что да. И большинство наших телезрителей, конечно же, я думаю, готовы помочь людям с ограниченными возможностями в любых вопросах. Начиная от трудоустройства и заканчивая организацией досуга, помощи детям и инвалидам. Потому что общество сегодня доброе и добрее. Эльмира Амировна, для начала все-таки давайте поговорим о цифрах. И сколько сейчас сегодня в республике людей с ограниченными возможностями? Действительно, в настоящее время в республике проживает 287 тысяч 377 человек с ограниченными возможностями. И среди них есть и дети инвалиды. Это порядка 14 тысяч человек. Кстати, динамика имеет тенденцию к снижению. Мы понимаем, что здесь и заслуга здравоохранения. У нас были годы, буквально 5-7 лет тому назад, 326 тысяч людей с какими-то ограничениями жизнедеятельности. И более 15 тысяч детей с инвалидностью. Сегодня мы видим, что в век развития медицинских технологий, более такой высококвалифицированной, высокоточной помощи, конечно же, людей с инвалидностью становится меньше. И мы понимаем, что здесь причина в том же, что снижение производственного травматизма, к сожалению, в трудоспособном возрасте, производственного травматизма, дорожно-транспортные происшествия зачастую становились причинами инвалидности. Когда вчера еще, казалось бы, абсолютно здоровый человек, вдруг в силу каких-то обстоятельств становился человеком с ограниченными возможностями. И вот здесь, конечно же, все сделать так, чтобы жизнь ничем не отличалась от той, которая бывает у обычных людей. Расскажите, пожалуйста, о финансовой поддержке инвалидов государством. То есть на основании каких законов, каких документов осуществляется эта помощь? Ну, прежде всего, закон о социальной защите людей с ограниченными возможностями, он так и называется, о социальной защите инвалидов. И он предусматривает меры, которые установлены на федеральном уровне. Мы все это знаем, что это определенная пенсия по случаю инвалидности. Помимо этого, социальный пакет. И, конечно же, большая помощь – это субсидия по линии ЖКУ. Та субсидия, которая выплачивается как семьям воспитывающих детей инвалидов в размере 50%, так и людей с ограниченными возможностями. Но я хотела бы сказать, что помимо федеральных льгот существуют и региональные льготы, и муниципальные. И вот буквально сегодня мэром города Казани было анонсировано сообщение, такая очень хорошая, позитивная новость, что Казань рассмотрела то обращение, вот те многочисленные обращения наших семей, которые воспитывают детей с инвалидностью, в части освобождения от налога на имущество. И ожидается, что на ближайшие сессии Казанской городской думы вот этот вопрос в нашем миллионном городе, в столице республики, будет решен положительно. Спасибо. Правительство одобрило продление программы «Доступная среда» до 2020 года. А с января 2016 года вступил в силу закон, который, наконец-то, обязывает все ведомства и организации повернуться лицом к людям с ограниченными возможностями, введя ответственность их руководителей за сохранение барьеров. Речь не только о физических препятствиях на транспорте и в зданиях, но и расширении возможностей получить образование и работу. Илья Миромирна, что же происходит с городской средой? Вот в городах стало удобнее, но до Европы нам по-прежнему еще далеко. Но прежде всего я не стала бы сравнивать себя вот так напрямую с Европой, потому что нужно понимать, что страны Европы шли вот к этому, к безбарьерной среде последние десятилетия. Россия же лишь в 2012 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, но республика Татарстан выступила еще в 2011 году, за год до ратификации регионом-пилотом. И мы очень активно включились в эту программу. Нужно сказать, что 2 миллиарда 600 миллионов рублей было привлечено на адаптацию объектов. 872 объекта в сфере здравоохранения, культуры, социальной защиты, в сфере занятости, в сфере спорта, адаптивного спорта и, конечно же, в сфере образования. То есть изначально республика сказала, что вот для нас актуальны тысячи объектов. Это те объекты, которые выбрали с помощью общественных организаций инвалидов, то есть людей с ограниченными возможностями, которые сказали, что да, вот в эту поликлинику мы ходим очень часто. Или вот эта школа для нас актуальна, потому что туда ходят дети наши с ограниченными возможностями. И вот из этих объектов, из 1872 сегодня адаптированы. Это очень большой, очень хороший показатель. А сегодня мы говорим уже о том, что уровень ответственности собственников. Посмотрите, госучреждения, они приспособлены. И сегодня каждое новое учреждение, которое вводится в республики, а в республике более 32 различных президентских программ, это и строительство ФАПов, и строительство капитальный ремонт больниц, школ, детских садов, жилья. И все эти объекты лично находятся на контроле нашего президента республики. Рустам Нургалевич Мениханов каждую субботу анализирует и спрашивает министра строительства, в том числе нас, за программу реализации «Доступная среда». Ни один новый объект в республике не вводится, если он не адаптирован. И поэтому, наверное, мы стали точкой, где прошла универсиада, где прошел кубок, и на следующий год мы готовимся к чемпионату мира по футболу. То есть, потому что, посмотрите, какое количество на финал приехало людей в инвалидных колясках, болельщиков, футбольных команд из Мексики, из других стран Южной Америки. Какое количество приехало из Западной Европы, и эти люди могли спокойно передвигаться по городу, потому что адаптивен транспорт, станции метрополитена, адаптивированы учреждения культуры. Но мы понимаем, что есть вопросы, безусловно, и есть какие-то проблемы, которые еще остались точечно. И в системе народной контроли мы их видим, и сегодня и города, и муниципальные районы, и республика, и далее будут работать над этим. Спасибо. Насколько нам известно, в Татарстане работает целая сеть организаций социального обслуживания для людей с ограниченными возможностями здоровья. Эль Миромирна, расскажите, пожалуйста, как налажена эта работа, и востребованы ли они населением? Да, безусловно, 13 центров реабилитации. Это 13 учреждений, где человек с ограниченными возможностями может получить такую очень высокотехничную, очень сильную реабилитационную помощь и поддержку. И самое важное, что в этой системе есть учреждения для детей. Я скажу, что те учреждения, которые популярны, например, с детьми-аутистами, центр работает «Апрель», который известен не только в пределах республики. К нам приезжают родители с детьми-аутистами и из других регионов. И сегодня он имеет очень высокий уровень, очень высокую марку и высокую подготовку к квалификации специалистов. Центр «Здравушка» в Казани, «Солнечный», реабилитационный центр в Лениногорске, Бавлахе и во многих других районах нашей республики. И, конечно же, самое главное – это выстраивание междисциплинарной работы. Потому что важно для ребёнка с инвалидностью, если в семье вдруг появился такой ребёнок, с тем, чтобы, во-первых, родители не боялись. Но самый первый шаг в роддоме, чтобы мамочка не отказалась. Только в этом году, когда возникла ситуация возможного отказа ещё на уровне перинатального центра, на уровне нахождения мамы в родильном доме, когда она родила особого ребёнка, бывает на такой первый порыв, может быть. И вот здесь 17 случаев, когда были предотвращены с помощью междисциплинарной группы, в состав которой входят работники социальной защиты, психолог, социальный работник и работник здравоохранения, с тем, чтобы остановить маму от такого необдуманного шага. Показать, помочь, что да, такой ребёнок, на что он способен, над чем надо работать, как с ним нужно заниматься. А в итоге можно адаптировать его и к образованию, и к спорту, и к какой-то дополнительной деятельности. И развить в нём те таланты, которые, может, у обычного ребёнка даже нет, а в силу определённых нарушений у таких детей развиваются компенсаторные функции. И вот здесь и мама, родители, и папа должны найти, понять о задаче государства, в этом вопросе помочь, и, конечно же, помочь родителям выстроить траекторию дальнейшего развития такого ребёнка. А что делается в республике для повышения социальной активности людей с ограниченными возможностями? Ну, прежде всего, нужно сказать, что реализуются многочисленные социальные гранты. Достаточно сказать, что 39 социальных грантов было в этом году получено и направлено на нужды общественных организаций инвалидов. Здесь и общество глухих, общество слепых и большой комплекс мероприятий, который связан с национальным этапом конкурса Амбилимпикс. Если есть, мы знаем, WorldSkills, так вот для людей с ограниченными возможностями есть свой конкурс профессионального мастерства. И, кстати, буквально недавно, в октябре, прошёл его региональный этап. А 1 декабря наша команда, где есть победители в таких номинациях, как повар, кондитер, там есть дети и с нарушениями слуха, и с нарушениями зрения. Но, тем не менее, они победили и показали своё мастерство в достаточно сложных профессиях. И поедут отстаивать честь нашей команды в Москву, честь республиканской команды. И, помимо этого, конечно же, всё, что связано с адаптивным спортом. Посмотрите, если человек даже с ограниченными возможностями, он себя может найти. У нас есть прекрасные танцы на колясках, вальные танцы. Это и в Набережных Челнах, и в Казани. Наша команда «Крылья Барса» в этом году в первой группе заняла третье место. То есть второе, первое, второе, третье места – это постоянно места наших победителей. И, кстати, на днях в Государственном Совете пройдёт фото-выставка членов команды, которая рассказывает историю становления этой команды, историю её развития, а, самое главное, историю её побед. То есть даже человек с ограниченными возможностями, а, на самом деле, возможности его безграничны. Самое главное – найти себя, реализовать, а наша задача – помочь. И, Миромир, но проводятся ли компьютерные курсы для повышения какой-то IT-миротности? Да, вот в этом году, кстати, IT-парк. И мы благодарны директору Антону Грачёву, когда он, поняв представитель из бизнеса, человек, который совершенно далёк от этого, но поняв, что у него есть вот этот порыв душевный, организовал группу по обучению компьютерному программированию людей с ограниченными возможностями. Хотя изначально мы просто просили собрать, может быть, вокруг себя молодёжь и просто их обучить, ну, вот основам работы с компьютером, с тем, чтобы люди могли общаться через Sky, посредством интернета и так далее. Но он пошёл дальше. И IT-парк сегодня, набрав эту группу, показал, что можно с помощью компьютера дистанционно зарабатывать. И там уже есть свои успехи и свои достижения. Потому что сегодня основное для молодых людей, у которых, к сожалению, есть инвалидность, это не просто реализовать себя в творчестве, но самое главное, конечно же, в труде. Сегодня активно также волонтёрское движение, так же? Так ведь? Да, волонтёрское, кстати, по поводу волонтёрского движения. Наши волонтёры, учитывая, что большое число болельщиков, которые приезжали и на универсиаду, не то, что большое, но значительное, есть такая группа, это люди с ограниченными возможностями. Может быть, нарушение слуха или опорно-двигательное нарушение. Например, сегодня, только в этом году соревнование по футболу посетило 110 колясочников. И, конечно же, здесь мы тоже формируем волонтёрские группы, которые сами, в состав которых входят наши молодые инвалиды, люди с нарушением либо слуха, либо с нарушением опорно-двигательной системы, которые могут, во-первых, протестировать вот все эти объекты, понять, а удобно ли здесь человеку с такими нарушениями. Указать, какие тонкие места, какие есть, так скажем, не очень удобства, допустим, полностью, в полном объёме сделаны. И, конечно же, это позволяет нам сделать соответствующие выводы, провести работу. И на следующий год мы готовим большую команду из числа волонтёров, из молодёжи с ограниченными возможностями, которые тоже будут помогать работать во время чемпионата мира. Спасибо. Сейчас предлагаю посмотреть небольшой видеоролик, после чего вернёмся в студию. Продолжим. В Татарстане насчитывается более 80 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Уважаемые зрители, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 570-50-75. Звоните, нам важно ваше мнение. Также на протяжении всего эфира работают электронные голосования. На основной вопрос даны три варианта ответа. Голосуйте в конце программы, подведём итоги, пока мы видим, что лидирует первый вариант. Конечно же, да, готовы помочь людям с ограниченной возможностью, если надо. Так что мы только что услышали от Эльмира Мировна, что готовится новое волонтёрское движение. Собираются активные неравнодушные люди. Так что присоединяйтесь. Будьте в числе первых. И вместе мы с вами поможем, как говорится, и многого достигнем многого вместе. У нас сообщение с электронной почты. Добрый вечер, я из Казани. Расскажите, пожалуйста, предусмотрена ли денежная помощь в связи с усыновлением, удочерением ребёнка-инвалида в Республике Татарстан? Спасибо. Да, действительно, мы долго шли к этому, потому что, понимаете, вот взять ребёнка, чужого ребёнка, это очень серьёзный шаг. А взять ещё ребёнка в семью с какими-то заболеваниями, серьёзными заболеваниями, это вдвойне серьёзный шаг. И для семьи, и для мамы, и для папы. И в этом году, с 1 января, у нас введена в Республике выплата, единовременно выплата в размере 200 тысяч рублей. Этого нет во многих регионах, это исключительно такой, ну так скажем, позыв и порыв в Республике Татарстан в размере 200 тысяч рублей. Это мы считаем, что такая серьёзная поддержка, но помимо всех тех выплат, которые положены усыновителям, и помимо тех пенсионных отчислений, которые идут в случае, если это ребёнок-инвалид. И сегодня мы уже говорим не просто о том, что у нас нет сирот, вы знаете, даже берут детей из домов-интернатов с умственной отсталостью, где дети живут, эти интернаты находятся в нашем ведении, у нас таких два, это в Дербышках и в Сабинском районе. Очень сложные дети, со сложными ментальными нарушениями. Но я хотела сказать, что в этом году у нас два ребёнка из Дербышек и два ребёнка из Верхнеатарского дома-интерната в Сабинском районе обрели свои семьи. У них появились мама и папа. Нередко от специалистов разных уровней родители детей с особенностями здоровья слышат фразу о необходимости своевременного, а точнее даже раннего вмешательства. Но родители не всегда могут знать, а потому и не обращаться в те или иные инстанции. Эльмира Амирна, как этот момент, момент оказания помощи на ранней стадии регулируется законодательством? Ну, прежде всего, у нас принята в Российской Федерации концепция раннего вмешательства до 2020 года. Это такой пилотный проект, который сегодня реализуется во многих регионах, и в том числе в Республике Татарстан мы отрабатываем на своём уровне. И вот здесь, говоря о раннем вмешательстве, это с тем, чтобы на самой ранней стадии появился такой ребёнок в семье. Что делать? Как быть? Зачастую приводит к тому, что, может быть, возникают какие-то ситуации развода. Но в силу того, что просто семья не готова. Или могут не знать о том, что ребёнку можно и важно оказать на самом раннем этапе, когда ему ещё до одного года пройти обследование. Поработать с реабилитологами, поработать с физиотерапевтами, с теми, кто оказывает услуги массажа. То есть посмотреть комплексно. У нас очень мощный центр работает в ДРКБ. Это очень сильные врачи в отделении детской патологии, Фатима Мусаевна. И, соответственно, вся команда, которая под её началом, это огромная школа. Она учит всех, очень многих врачей с родильных домов республики. С тем, чтобы у мамочки ни в коем случае не опускались руки. Потому что, ну и да, есть понятно, что такие серьёзные какие-то осложнения. Но в большинстве случаев, когда медикаментозное лечение соединено с какими-то такими серьёзными междисциплинарными технологиями на уровне здравоохранения, поликлинической сети, когда работает невролог, детский невролог прежде всего, когда работает детский окулист, вот эта работа междисциплинарная, и когда ребёнок находится под наблюдением, всё равно какие-то вещи можно компенсировать, что-то можно выправить. И вот здесь мы говорим о раннем вмешательстве. И, конечно же, мы здесь работаем совместно с Министерством здравоохранения, за что мы очень благодарны нашим коллегам, потому что социальная защита – это всё-таки в основном социальная работа. И, конечно же, большая такая семья становится в центре. Семья должна понимать, что ни государство, ни кто-то другой, ни кто-то со стороны не придёт и не позанимается с вашим ребёнком. И вот здесь мы делаем очень большой упор на обучение родителей, с тем, чтобы обучить навыкам работы со своим ребёнком, навыкам и основам обращения, как купать этого ребёнка, как кормить, как ухаживать за ним. И вот здесь, говоря о раннем вмешательстве, следующая стадия – это, конечно же, технология домашнего визитирования. И вот здесь мы помогаем сложным деткам. Порядка 1600 таких детей у нас сегодня в республике. И каждая семья находится на отдельном учёте. Спасибо. Много говорилось о разработке интерактивной карты доступности, где будут обозначены специальными отметками общественные объекты, и полностью описана доступность или недоступность их людей с ограниченными возможностями. Эльмир Амировна, удалось ли реализовать намеченные? Да. Сегодня на этой карте более 5000 объектов. И что интересно, мы эту карту делаем совместно с туроператорами. Потому что сегодня появился новый запрос на рынке туристических услуг, когда группы молодых инвалидов, людей с ограниченными возможностями, включают в Казань в число своих маршрутов наряду с Санкт-Петербургом, Москвой. И, конечно же, если такая группа приезжает, для неё важно не просто доехать до какого-то объекта, посетить музей, но и поселиться в адаптированной гостинице, понимать, где поблизости находится адаптированное кафе или ресторан, с тем, чтобы где-то можно было бы покушать, и понимать, а где же есть адаптированный транспорт. И вот сегодня с помощью туроператоров, с помощью поставщиков таких услуг, с помощью потребителей туристических услуг на рынке Казани, эту карту мы делаем совместно. 5238 объектов, таков результат этой карты, ну, так скажем, за 4 года. Спасибо. У нас есть телефонный звонок, нам подсказывают. Добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем. Ага, здравствуйте. Здравствуйте. Мы села бы вас беспокоим. У меня вот ребёнку уже 9 лет будет. Ну, вот нам комиссия оставила младшие классы школу возить. Ну, 18 дней мы школу возили, но мы колясичник, неходящий ребёнок. А потом уже сказали, как щенка взяли, да, выкинуть из школы. А у ребёнка сейчас в данный момент, стресс у него, не кушаем, ничего, не играем, ничего. Вот только сидит в компьютере игра. А мы хотели вот что в школу возить. Ещё раз обозначьте, пожалуйста, с какого вы района? Мы в городе Елабуга. Елабуга. В городе Елабуга. Мы потому что 4 года в саде ходили. Вот нам очень тяжело, общение надо. Спасибо. Рахмет. Рахмет, спасибо большое. Вот мы видим, конечно же, основная проблема, да, тоже социализации и включённость в школьную деятельность. Я, безусловно, вот этот звонок, я думаю, мы записали и узнаем, кто автор. И у нас Людмила Николаевна в Елабуге, замглавы по социальным вопросам. Конечно же, сегодня же я переговорю с тем, чтобы выяснить эту ситуацию, уточнить по этой семье, в чём проблема, почему отказана в обучении в школе. Спасибо. Мы продолжим нашу беседу сразу после небольшого видеоролика. Начиная свой день, мы ставим перед собой новые цели и задачи, которые, на первый взгляд, кажутся простыми. Но они немного сложнее для людей с ограниченными возможностями. Не ограничивайте себя в выборе сотрудников. Ключевой элемент в оказании помощи инвалиду – это его трудоустройство. Но, условно говоря, если работа заключается в надевании резиновой трубочки на пипетку для слепых, и так каждый день в течение многих лет, вряд ли это можно считать полноценным решением. Иль Миромирна, какие новые возможности в республике появляются? Ну, прежде всего, мы должны сказать, что у нас 80 тысяч людей с инвалидностью, но в трудоспособном возрасте. И из них работает 31%, это 24 тысячи человек. Но у нас с вами определена задача указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Она обозначена в программе «Доступная среда Российской Федерации» трудоустройство каждого второго инвалида трудоспособного возраста к 2020 году. Сегодня, как видим, работает каждый третий. И вот здесь важно, чтобы были рабочие места. С одной стороны. А с другой стороны, важно, чтобы и человек с инвалидностью, но обладал теми компетенциями, которые необходимы работодателю. Конечно же, очень разные инструменты мы используем в рамках программы «Содействие занятости». И первый, такой основной, это инструмент квотирования рабочих мест. Это когда работодатели, где численность работающих свыше 100 человек, квотируют, это его обязанность от 2 до 4% заквотировать рабочие места под трудоустройство людей с ограниченными возможностями. Если от 35 до 100 человек работают в организации, но, как правило, это организации малого бизнеса, то есть чуть больше 35 человек, это до 3%. И нужно сказать, что законодательство акватерни в республике выполняется очень четко. Сегодня работодатели, выходя на рынок, понимают, что это их обязанность. И помимо этого, конечно же, контрольно-надзорные органы, в том числе, мы за это достаточно серьезно спрашиваем. Есть и административное наказание, но и потом есть некое такое, так скажем, имиджевое, ну, имиджевый ущерб, репутационные издержки, которые могут быть нанесены, если вдруг станет известно о том, что на этом предприятии не трудоустроили человек с ограниченными возможностями, поскольку мы сразу же такие сведения передаем и в органы прокуратуры, и, конечно же, ну, так скажем, публикуем в открытой общественной среде. И поверьте, если у нас было буквально 3 года тому назад до 8 протоколов, то есть, да, работодатель трудоустраивал, но после того, когда уже мы вмешаемся или вмешаются компетентные органы, гострудинспекция, когда поступит жалоба, сегодня у нас по итогам года один протокол. То есть, действительно, эта организация, ну, так скажем, серьезно не понимала всю суть происходящего, но благодаря вмешательству, в том числе нашему вмешательству, человек с инвалидностью был трудоустроен. И вот здесь я хотела бы сказать, что, конечно же, районы работают по-разному. Есть районы с высоким уровнем занятости людей с ограниченными возможностями. Это Нижнекамск, более 30%. Это Сабинский район, это Отнинский район, Тюличинский район. И в то же время есть Дрожжиновский район, или, например, Камское устье, или Рыбная слобода, где, понятно, что это связано с тем, что нет рабочих мест на рынке труда. Но сегодня, вот специально готовясь к этой программе, я посмотрела о том, какие вакансии. В целом 36 тысяч вакансий. Вы знаете, практически в республике 36 тысяч вакансий. Но практически на любую можно взять человека с ограниченными возможностями. Но есть же и третья группа инвалидности, которая не предполагает каких-то серьезных нарушений. Может, там просто заболевание, сахарный диабет или что-то такое. Я уж не говорю, что это серьезные какие-то нарушения опорно-двигательного аппарата. И вот есть среди этих вакансий также разные уровни оплаты труда. От 46 тысяч до 18 тысяч. Конечно же, есть и вахтер, и кладовщик, где уровень зарплаты 10 тысяч. То есть вот здесь самое главное подобрать. И поэтому мы говорим о сопровождаемой занятости. То есть подобрать под человека с ограниченными возможностями ту работу, на которую, прежде всего, он ориентирован, которую он умеет выполнять и может выполнять, потому что обладает необходимой компетенцией. А если не обладает, вот здесь мы доучиваем. У нас есть и действует в рамках нашей программы «Содействие занятости» отдельная подпрограмма. Она так и называется – профессиональное переобучение либо подготовка людей с ограниченными возможностями. До 300 человек ежегодно людей с ограниченными возможностями проходит по ней переобучение. И, конечно же, мы обучаем тем профессиям, которые востребованы на рынок труда, с тем, чтобы человек не просто переобучился, а потом трудоустроился. И в продолжение темы еще один видеоматериал. Давайте его смотрим. Каждый день ставит перед нами новая задача, которые порой кажутся простыми. Но они сложнее, чем мы думаем, для людей с ограниченными возможностями. Не ограничивайте себя в выборе сотрудников. Эльмир Амир, на преддверии наступающей декады инвалидов, какие основные мероприятия вы сегодня можете назвать? Прежде всего, 3 декабря мы приглашаем всех жителей республики на форум, он так называется – социокультурный форум «Искусство добра» в БКЗ в 12 часов дня воскресенья. 8 декабря мы проводим четвертый раз конкурс творчества среди женщин с ограниченными возможностями. Он называется «Жемчужина Татарстана». И в середине декабря нас ждет большое мероприятие, большой фестиваль «Возьмемся за руки, друзья». Это фестиваль творчества среди людей с ограниченными возможностями. Мы будем рады увидеть на этом празднике наших гостей, тех, кто неравнодушен к этой теме. На протяжении всей программы у нас работало электронное голосование. На главном основной вопрос – готовы ли вы помочь людям с ограниченными возможностями? 47% телезрителей отдало предпочтение первому варианту ответа. Да, если надо, ваше обращение к нашим телезрителям. И, конечно же, я хочу всех поблагодарить за те результаты опроса, которые мы увидели. Но и, конечно же, сказать, что сегодня дискриминация по признаку инвалидности запрещена. Я хочу всем пожелать счастья, здоровья, будьте сильными, здоровыми, а самое главное – с безграничными возможностями. Спасибо большое. Наша программа завершила. Завершается. Я благодарю нашу гостю, Эльмир Амиру Назарипову, за эту телевизионную встречу. Упрощаюсь. Всего вам самого доброго. До скорых встреч на ТМВ. Субтитры создавал DimaTorzok